привет друзья вы на канале счастье быть мамой и с вами елена у меня время моего отдыха дневного так как малыш спит то я могу позволить себе позаниматься тем чем хочу и сегодня у меня по плану показать вам свои блокнотики не просто блокнотики это блокнотики хендмейт и все они сделаны ручками золотыми заметьте ручками моей сестренки и подарены мне на какие бы то ни было праздники сразу хочу сказать что некоторые из этих блокнотов это ее первый опыт поэтому не судите строго но несмотря на это они мне очень дороги они безумно нравятся я все их очень люблю и какие-то из них я уже виду какие-то у меня лежат нетронутые но ждут своего часа итак давайте приступим каждая маленькая девочка но и не маленькая тоже любит канцелярию и в частности разные блокнотики записаны книжечки и я не исключение я их с детства тоже очень люблю много всяких блокнотиков я пыталась сделать сама но это было время когда у нас не было такого чудесного средства связи как интернет и поэтому не было столько информации и визуального ряда что мог что а какие блокнотики можно было сделать и каким образом поэтому я делала как могла сшивала листочки рисовала красивую обложку это были мои блокнотики ну а потом когда я подросла и могла позволить себе купить уже какие-то блокноты конечно же я выбирала блокноты по душе ну а через какое-то время моя дорогая сестренка начала заниматься скраббукингом ну и разными другими направлениями в том числе изготавливать блокноты альбомы коробки подарочные и многое другое в общем то сестренка начала одаривать меня блокнотами но и много конечно меня болтовни давайте я уже приступлю к показу вот эти два блокнота вы видели уже в прошлом видео это мои рукодельные блокноты давайте я просто вскользь сейчас покажу это мой блокнот который я завела практически в этом году до этого года он у меня был ну чуть-чуть немножечко задействован но в основном лежал и в этом году я здесь начала составлять вернее составила свой план рукодельный на 2022 год ну а этот блокнот это моя лошадка рабочая которая у меня в ходу уже довольно давно сейчас точно уже не скажу с какого года ну наверное года шестнадцатого точно я так думаю кому интересно полистать эти блокноты вы можете пройти на канал и заглянуть в предыдущее видео а сегодня я покажу моим постоянным зрителям и тем кто заглянул ко мне в гости блокнотики которые еще есть моей коллекции вот этот мини блокнот сделан здесь тоже под такую змеиную кожу имитирован он тоже один из первых и он мне нравится своей вот именно какой-то знаете старинностью он напоминает старинные блокноты которые были много веков назад вот такой вот темный темный пожелтевший бумагой неаккуратно так вот видите сшит здесь вот форзац он тоже такой под старину сделанный шикарный блокнотик здесь такой тигруля видите это блокнот специально для года тигра на самом деле нет тигруля здесь оказался случайно но видите как видите в этом году очень даже в тему этот блокнотик правда сестренка подарила не мне моей старшей доченьке но дочь моя пишет очень много ей нужны большие блокноты поэтому она подарила его мне вот такая вот маленькая чудесная книжица лежит у меня в коллекции следующий блокнот он был подарен мне в 12 нет в 14 2014 году слегка я его начала но тоже он у меня так лежит потому что я им в основном любуюсь посмотрите какая красота это одна из моих любимых тематик приключения путешествия воздушные шары видите все это очень ложится мне на душу здесь вот такая вот закладочка с часиками блокнотик на пружинке но это первый опыт работы с пружинкой но ничего страшного и здесь тоже такие состаренные листы и еще есть вот такие вот интересные конвертики в некоторых местах вставлены для того чтобы можно было здесь хранить какие-то записочки и прочее ну и здесь я немножко начала просто записывала умные мысли которые мне понравились вот такая вот красота знаете он еще со временем тоже так немножко как будто по обтрепался хотя стоял на полочке но все равно мы его брали смотрели периодически и как-то он вот создает такое ощущение какой-то такой исторической ценности следующий блокнот это можно сказать travel book счастливые моменты о путешествиях именно с этой целью моя сестренка мне его создавала он не заполнен и она конечно будет ругаться но я его берегу для следующего путешествия и которая когда-нибудь обязательно состоится посмотрите какая прелесть морская тематика здесь даже такая вот скрепочка есть интересная так залезать не хочет назад корабли ракушки морская сеть как будто имитирующее море я думаю ну и весь он вот такой вот в основном цветной здесь можно вклеивать фотографии делать какие-то эскизы делать записи из путешествий очень такая интересная книга так книга путешествий тоже мне греет душу и пока вот лежит ждет своего часа конечно можно здесь уже вклеить кое-какие фотографии но мне хочется чтобы это была такая книга отдельного приключения отдельного путешествия и поэтому она у меня пока лежит я ее берегу как зенец улака но когда-то она найдет себе применение следующий блокнот он сделан в другой немного другом дизайне на вот такой вот типа кожаный с кисточкой он уже так тоже немножко пооптрепался я его начинала но потом убрала кое-какие листы мне захотелось его оставить пока потому что здесь очень мало места где можно писать и это немножко мешает поэтому я его отложила и он у меня лежит ждет своего момента видите он 17 18 19 года да ну ничего страшного всегда можно распечатать эти странички поменять все что нужно здесь даже раскраска антистресс пожалуйста и каждая страничка вот такая вот интересная записывать какие-то идеи какие-то планы какие-то мысли пароли в общем все все можно здесь писать но это скорее так для каких-то пометочек и возможно он сам играет большую роль как антистресс чем как блокнот но самый мой любимый из любимейших это вот этот вот замечательный толстый блокнот в мягкой обложке посмотрите какая мягкая обложка шикарная здесь были цветочки немножко они подлетали можно будет приклеить другие вот на такой вот липучки и здесь тоже такие старинные да как будто листы состаренные и вот такой вот прекрасный форзац девчий девчий с одной стороны такой с другой вот такой вот здесь тоже конвертик для того чтобы можно было что-то сюда положить и здесь у меня уже я его периодически так веду здесь записаны кое-какие мои мысли кое-какие стихи которые даже сама сочиняла здесь есть вот например рисунки которые я рисовала сама пробовала себя здесь вот вырванная страничка с фотографиями моего папы со мной моих бабушки с дедушкой других бабушки с дедушкой мой дядя это я когда-то вела что-то вроде личного дневника куда вклеивала фотографии своих родственников и потом вот я когда уже решила что хватит его вести я выдрала вот этот вот листочек с фотографиями и положила сюда здесь вот такие вот рисунки есть тоже очень люблю глицинию полюбилась она мне с того времени когда я начала когда я открыла для себя сериал отчаянные домохозяйки у них это вистерия лейн на которой они живут и называется в честь этого чудесного растения и просто увита все дома увиты глицинией и я влюбилась в нее и вот видите пыталась ее тоже рисовать но беда моя в том что я не люблю раскрашивать вот видите я нарисовала и все раскрашивать уже не могу засушенные цветочки это привезенное с первой поездки на море так здесь у меня локоны моей средней дочки ну и тоже фото вставленные здесь вот есть такой чудесный букетик подаренный моей средней дочери когда-то вот я его так засушила перерезала ленточкой и он здесь лежит очень люблю этот блокнот безумно просто он просто замечательный и здесь вот есть такой рисунок его рисовала моя Настена срисовывала с какой-то картинки срисовала и подарила мне я обожаю этого кота смотрите какой он шикарный ей было на тот момент лет семь вот такую красоту она мне нарисовала ну и собственно это вся моя коллекция моих рукодельных блокнотов вернее блокнотов хендмейт сама к сожалению я блокноты не изготавливаю это не в моей не мое увлечение но очень люблю то что делает моя сестра и вообще в принципе очень люблю блокнотики вот такой красотой я с вами решила поделиться ну и еще хочу сказать что как вы заметили эти блокноты используются для немногочисленных записей потому что мне их очень жалко хочется чтобы они прослужили мне как можно дольше ну и в заключении своего рассказа хочу вам просто показать блокнот который я веду для записи своих каких-то рабочих моментов например для каких-то сценарий видео для схемы вязания например каких-то вещей в общем-то это обыкновенные простые блокноты которые куплены в магазине и которые мне не жалко использовать максимально использовать чтобы потом можно было если он уже не нужен взять и выбросить его а вот эти блокноты которые такие вот хендмейт они у меня исключительно для каких-то небольших записей которые можно будет хранить на протяжении всей своей жизни и даже пройдя сквозь года полистать эти блокноты посмотреть вспомнить какие-то мысли какие были у тебя в голове возможно какие-то интересные записи или какие-то моменты запечатленные например какие-то путешествия я думаю что это будет интересно не только мне но и например нашим деткам и внукам уже сквозь года посмотреть чем жили их предки какие были увлечения какие были мысли какие были творческие муки в общем это все записывается в мои прекрасные блокноты ручной работы ну а на этом я буду с вами прощаться спасибо всем кто заглянул ко мне на канал кто пишет комментарии ставит лайки я очень благодарна своим добрым зрителям и хотелось бы мне тоже узнать что вы пишете в блокнотах в дневниках любите ли вы вести вот такие вот интересные записи в своих блокнотиках либо может быть вы их вообще не ведете напишите мне мне будет очень интересно ну а я с вами прощаюсь желаю вам крепкого здоровья счастья благополучия мира и добра всем пока пока увидимся в новом видео всем пока всем пока всем пока